Туполев – научно-лабораторный корпус технополиса. Здесь под руководством ведущих ученых страны разрабатываются новые технологии для современных образцов вооружения. Информационная безопасность, телекоммуникационные системы, аппараты жизнеобеспечения – это лишь малая часть того, над чем работают молодые ученые военного инновационного технополиса «ЭРО». В оперативной научной работы совместно с военной академией связи было разработано данное программное обеспечение. Также оно работает как и на «ЭРО» с «ЭМИВИДОС», так и на личную разработку, где было перейти на нее. У нас 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. И в этом у меня доклады кончились. В Технополисе уже сформированы 4 научные роты, в которых проходит срочную службу 160 выпускников ведущих вузов России. Самые востребованные специальности – IT-технологии, робототехника и биомедицина. К примеру, в этой лаборатории операторы экспериментируют с принципиально новым видом диагностического прибора. Аналогичные разработки в военной медицине уже есть, но суть этой заключается в том, что прибор абсолютно автономен. По факту военнослужащий может находиться не в медкабинете, а на военных учениях. Умное устройство считает с датчиков жизненные показатели и перешлет данные по спутниковой связи в медицинский центр. Проект внедрения технологий дистанционного мониторинга в жизненно важных функциях в рамках проведения углубленного медицинского обследования, который позволит увеличить выявляемость скрытой сердечно-сосудистой патологии у военнослужащих и позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи, в том числе в отдаленных регионах. Еще одно перспективное направление военной промышленности – это робототехника. Современные машины способны выполнять ряд заданий, в том числе и боевых, на удаленных расстояниях без привлечения живой силы. Здесь важно прописать программное обеспечение. Беспилотные аппараты самостоятельно выполнят поставленные задачи. Николай Емельянов служит полгода. Окончил Орловский госуниверситет. Специальность – программист. Когда получил от своего научного руководителя приглашение пройти срочную службу в Эре, согласился не раздумывая. Военно-авиационный технополий «Свера» предоставляет множество возможностей для реализации именно своих проектов, то есть своих возможностей. Это современное оборудование, как компьютеры, так и беспилотные исследовательские летательные аппараты, с которыми мы работаем. В принципе, я не могу ни с чем сравнить, потому что это достаточно высокий уровень. После осмотра лабораторий заместитель председателя правительства Юрий Борисов провел совещание, на которое прибыли ректоры ведущих высших учебных заведений. Темами для обсуждений стали вопросы организации работ по взаимодействию образовательных учреждений с Министерством обороны. Нигде лучших условий для проведения инновационных работ, как создано здесь, я не видел. Ну, Министерство обороны, это его инициатива, и лично Сергея Кожегедовича Шойгу, инициатива, которая выстрадана жизнью для того, чтобы придать новый характер, инновационный характер будущим системам вооружения, для этого привлечь, может быть, самые ценные, самые продуктивные силы – это выпускников ведущих вузов, которые как раз и помогли бы предприятиям УПК в тесном взаимодействии с генеральными конструкторами придать этот характер этим направлениям. Резидентами Эры стали уже 35 предприятий, в том числе концерн «Калашников» и компания «Сухой», а также около 20 научных организаций РАН. В скором времени в Технополисе начнутся разработки малых космических аппаратов и оружия на новых физических принципах работы. К восьми научным направлениям, над которыми здесь работают, добавится еще шесть. Руслан Душевский, Анапа, регион.